Здравствуйте! В эфире Национального телевидения «Чуваша» информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Сегодня в выпуске. Это нужно живым. Жители одной из деревень Красноармейского района на свои средства поставили памятную стеллу героям-фронтовикам. О реальном секторе экономики. Глава «Чувашия» встретился с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли России Денисом Мантурулым. На 73 года назад в Чебоксарах будут раздавать копию газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Глава «Чувашия» находится с рабочим визитом в Москве. В программе ряд деловых переговоров. Сегодня Михаил Игнатьев встретился с исполняющим обязанности министра промышленности и торговли России. Подробности у Дмитрия Ковалева. Развитие промышленности в республике и реализация инвестиционных проектов. Это ключевые темы рабочей встречи исполняющего обязанности федерального министра и главы «Чувашия». Денис Мантуров и Михаил Игнатьев обсудили ряд важнейших вопросов. Предлагаю послушать комментарии главы региона. На самом деле мы сейчас обсудили все эти итоги нашей совместной деятельности. Наши предприятия, организации, предприятия «Сельспорт» поднимали вопрос по снятию утилизационного сбора. На самом деле они нам помогли, оказали и задействовали. Сегодня нормативная правовая база изменена пользу производителя Российской Федерации. Это не только для Чувашской республики. Во-вторых, касаясь организации электротехнического кластера, касаясь экспорта и импорта, мы на самом деле по итогам прошлого года сделали в целом внешний торговый оборот на 495 миллионов долларов. Я это говорил еще раз отмечаю, но федеральный министр доложил. А по экспорту на 18%, по импорту более чем 40%. А эти кадры были сняты в январе прошлого года. Тогда федеральный министр посетил Чувашию с рабочим визитом, провел заседание Координационного совета по развитию промышленности и познакомился с разработками предприятий республики. Сейчас Денису Мантерову представили новые проекты. Это говорит о том, что мы выбрали правильное направление нашей деятельности с нашими предпринимателями, бизнес-обществом. Федеральное министерство проводит правильную, справедливую и таможенную дарифную политику. Может быть в отдельных случаях не успевает, и наши предложения здесь в федеральном министерстве всегда учитывались и учитываются, и будут учитываться. Это очень важно. И с учетом поставленных задач президентом Российской Федерации в указе, который он подписал буквально 7 мая после инаугурации, мы должны увеличить производительность труда. Об этом мы говорили. У нас низкая производительность труда, мы признавали. Мы должны модернизировать производство, используя Федеральный фонд развития промышленности, используя Регинальный фонд развития промышленности, увеличить производительность труда. Глава республики также пригласил Дениса Мантурова на открытие новых производственных площадок. Уже этим летом их ведут в строй на заводах «Сеспель» и «Чувашторгтехника». Для экономики республики это точки роста. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика из Москвы. Президент России Владимир Путин подписал новый майский указ, в котором определены приоритетные цели развития России на период до 2024 года. В документе обозначено 17 пунктов, которые необходимо выполнить для осуществления прорывного научно-технического и социально-экономического развития страны. Я хочу сказать, что большое внимание уделяется всем уровням образования. Например, дальнейшее повышение качества образования, дошкольного образования до трех лет. То есть это строительство новых детских садов, что будет, естественно, ближайшие три года членов России в Российской Федерации, Чувашской Республике. И мы прекрасно знаем, что у нас в этом году начнем строительство 11 детских садов, которые позволят обеспечить доступность до трех лет тем жителям Чувашской Республики, которым необходимо, как сказал президент РФ, выйти на работу, а мы для них должны создать условия. Но и большое внимание, конечно, уделяется, естественно, профессиональной компетенции наших работников, системы образования. В указе говорится о том, что мы должны внедрить национальную систему роста, профессионального роста педагогических работников. Не менее чем 50% всех учителей в Российской Федерации должны пройти через эту национальную систему профессионального роста. То же самое мы будем наблюдать и в Чувашской Республике. Такие же направления будут реализовываться и у нас, во всех уровнях образования. Но и важный момент является сама подготовка кадров. Это создавание центров науки мирового уровня. Тут у нас наши вузы тоже активно работают. Те, которые находятся на территории Чувашской Республики, активно взаимодействуют с нашим бизнесом, с работодателями. Я думаю, те поручения, которые заложены в указы президента России, они будут, естественно, исполнены в рамках развития всей системы образования Чувашской Республики. Одним из направлений, приоритетным, было выбрано направление культуры. Здесь особое внимание уделяется и реконструкции, и созданию театров юного зрителя, кукольных театров, подготовке кадров в сфере культуры, реконструкции материально-технической базы, образовательных организаций, что немаловажно, закупке инструментов. И я хочу сказать, что Чувашская Республика в данном случае выступает практически пионером в реализации данных направлений, потому что, как известно, театру юного зрителя имени Сеспили выделили издание, и сейчас идет активное финансирование, поддержка и помощь в развитии материально-технической базы театра юного зрителя. Также особое внимание уделяется программе реконструкции культурно-досуговых учреждений сельской местности. Открываются клубы, что немаловажно для населения Чувашской Республики. Что касается сельского хозяйства, и в сельском хозяйстве очень много строится современных животноводских комплексов. Это и членокомплексы, и молочноковарные комплексы. Я думаю, те меры, которые сегодня предпринимаются правительством нашей Республики, главой Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева, позволят обеспечить выполнение тех задач, которые сегодня поставил президент Российской Федерации перед правительствами и перед главами регионов нашей страны. Чтобы то, что говорил президент, выполнить, действительно, у нас еще в 2005 году был это первый приоритетный национальный проект развития АПК. Также в указе говорится о создании в базовых отраслях экономики, это прежде всего в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, создании высокопроизводительного экспортоориентированного сектора. Для этого мы все понимаем, что мы должны обеспечить на наших предприятиях высокую производительность труда. Также говорится о том, что в промышленности и в переработке, скажем так, производительность труда ежегодно должна расти не менее 5%. И если мы говорим об экспорте, мы понимаем, что продукция, произведенная на предприятиях Чувашской Республики, должна быть качественная. И те заданные темпы, которые сегодня есть, до 2024 года мы должны сохранить. И если мы сегодня в 2018 году долю экспорта, в общем объеме продаж, долю продукции сельского хозяйства имеем около 11%, то мы до 2024 года должны, этот процент должен быть не менее 15%, и объемы продаж не меньше 26 миллионов долларов. Сегодня около 18 миллионов долларов. Это с ростом практически на 40%. И также в указе много говорится о развитии сельских территорий, о поддержке малых форм хозяйствования, малого и среднего бизнеса, также о поддержке фермерских хозяйств, о создании кооперативов. В этом направлении и наша республика, и в целом наша отрасль. Давно мы начали работать. Эти заданные темпы мы сохраним. И я уверен, что со всеми поставленными задачами агропромышленный сектор Чувашской Республики справится. У жителей деревни Хазар-Касы Красноармейского района Республики сегодня праздник. В их деревне открыли стеллу, посвященную воинам, землякам, павшим в Великой Отечественной войне. Это место в деревне Хазар-Касы долгое время было заброшенным. И только в этом году на пустыре открыли памятную стеллу. Порядка 100 тысяч рублей было потрачено на обустройство военно-мемориального комплекса, установку ограждения и благоустройство территории вокруг. Инициатива местных жителей была поддержана на республиканском уровне. Более 52 тысяч рублей было выделено из республиканского бюджета и более 17 тысяч из бюджета района. Оставшуюся сумму собрали сельчане. Почти вся деревня принималась. Не только деревни в настоящее время живут, которые в горе, даже из этого, ниже Ногуре живут, они даже деньги сюда прислали. А население, конечно, граждане деревне очень активно принимали участие. У нас там здесь неделями работали, потому что здесь это место было раньше бывший клуб был. Его разубрали. И теперь вот это думали, давайте думаем, потому что здесь сорняки растут, все-таки некрасиво. Ну, построили всем, где понравилось, все довольны. В годы войны из деревни Хазакасы ушли на фронт 87 человек. Половина из них не вернулась домой. Имена героев на этой плите, а значит, навеки в памяти. Тамара Рябинина, как и многие односельчане, не дождалась войны своих родных. Всего в этом году планируется обустроить 7 мемориальных комплексов. В 2018 году планируется реализовать 210 проектов. 7 из них – это как раз строительство и капитальный ремонт таких мемориальных объектов, таких памятников, вот как в этой деревне мы увидим. В республиканском бюджете на эти цели на 2018 году предусмотрено больше 97 миллионов рублей. И часть предполагается, конечно, софинансирование сельских поселений, плюс юридических лиц и населения. В Шуварской республике сегодня 1216 памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Из них 1151 памятник находится в сельских территориях. Поэтому очень важно все эти памятники сохранить в таком виде ухоженными. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. На братских могилах не ставят крестов. Сегодня в Чебоксарах возложили цветы к мемориалу воинам, которые умерли в госпиталях республики. В военные сороковые в Чувашии действовали 15 вакогоспиталей. Через них прошло более 70 тысяч раненых. На кладбище по улице Богдана Хмельницкого похоронены 80 бойцов, которых вылечить не удалось. Каждый год 8 мая сюда приходят те, кто живет и благодаря ним тоже. В 1941 году Виктору Майорову было пять. А помните День Победы? Вот помню. Погода была утром дождик, потом снег, а потом вот такая погода. Лечил самолет и сбросил нам листовки. Поздравление. Поздравили нас с Победой. Какие эмоции были? Эмоции какие были? Да я под крыльцом залез и плакал. Зое Черновой в начале войны исполнилось семь. Она помнит, как приходилось есть гнилую картошку и как отец, хоть и раненый, но вернулся домой. Радости сколько было, День Победы. Вот мы плакали на радость. И самое главное, что у нас. Слезы на первом месте. Сейчас сижу и уже плачу. Все жалко. Для второклассников 22-й Чебоксарской школы их родные ветераны – это бабушки и дедушки уже с несколькими приставками «Пра». Они не застали их живыми, но знают, почему пришли сюда. У меня участвовал в войне про дедушка Петро Пьяк Питаль. Ветераны, дети войны, представители правительства и администрации, школьники. Если вы каждый год приносите к мемориалу цветы, обратите внимание и на одинокую могилу справа. В ней похоронен наш земляк Юрий Калпинский. Он воевал в морской пехоте в Заполярье и погиб в марте 43-го. Он в своем последнем бою в составе разведотряда капитана Юневича совершил подвиг. Он трижды вызвал по приказу командира, вызвал огонь на себя. Наши дальнебойные орудия нанесли удар по скоплению врагов вокруг нашего разведотряда. Как поется в известной песне, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Бойцы, которые остались здесь, на кладбище по улице Богдана Хмельницкого. Герои для каждой чебоксарской семьи. Ольга Пырочкина, Юрий Марков, Республика. Возложили цветы сегодня к вечному огню в мемориальном комплексе Победа. Дань памяти героям отдали сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Вспомните тех, кто ценой огромных потерь и неимоверных усилий на фронтах и в тылу приближали День Победы, пришли ветераны, труженики тыла, вдовы участников военных действий и молодые сотрудники прокуратуры и следствия. Они возложили к вечному огню цветы и почтили память павших минуты молчания. Я поздравляю ветеранов, которые еще живы. Помянем тех сегодня, которых уже нет с нами и будем стоять насмерть за свою новую Россию. Копию Знамени Победы подняли сегодня над Домом Дружбы Народов Чувашской Республики. Камень под основание копии Знамени Победы на территории Дома Дружбы заложили в феврале этого года. А сегодня в торжественной обстановке копия штурмового флага. 150-й стрелковой дивизии, которой водрузили на крыше Рейхстага, заняла свое почетное место. Мы поднимаем сегодня при торжественном мероприятии копию Знамени Победы, который подсеркнулся в 73-й годовщине Победы Великой Отечественной войны в республике. Это первое подобное мероприятие. В России даже это в числе самых первых подобных мероприятий. Это культурно-патриотическое мероприятие для воспитания подрастающего поколения, молодежи. Чтобы мы чтили память воинов, которые мы сложили свои головы при такой страшной войне. То есть мы должны чтить память. Ежегодно Республиканский Минздрав проводит диспансеризацию ветеранов Великой Отечественной войны. Медики осматривают их на дому. Вместе со специалистами на прием отправилась и наша съемочная группа. Не волнуйтесь, нас много, хорошо? Ничего, ничего. Проходи. Самостоятельно открывает двери и встречает гостей. В то, что ему 92, поверить сложно. Идрис Хангаревич находится в отличной физической форме. Один из секретов раскрываем прямо в коридоре. В углу рядом с тростью стоят палки для ходьбы. Самое действенное – это ходить ежедневно 3-4 километра пешком и немножко заниматься спортом. Я очень тихо хожу. Когда километра полтора, два, когда и четыре. Но регулярно сейчас решил ходить. Другой секрет – регулярное общение с врачами. Ухо не болело, не текло. Да нет, сейчас ничего вроде. Проверили зрение, измерили давление, сделали электрокардиограмму и забрали кровь на анализ. Вот такая поликлиника на дому. Диспансеризацию ветеранов войны проводят каждый год. Кроме этого, при необходимости, любой ветеран в любое время, при появлении каких-либо жалоб, может быть осмотрен нашими специалистами в тот же день в течение двух часов. У нас их 21 человек. И они все, ведь участники войны, знают своего участкового врача, который непосредственно отвечает за метаобслуживание этого человека. Наталья Солдатова – терапевт Дриса Хангареевича. Историю его войны она знает, как и историю его болезни. На войну попал в 45-м на Дальний Восток. Служил мотористом на мином тральщике. Одна мина, если ее вовремя не обезвредить, то есть мы работали до темна, чтобы закончить это дело. Был случай, что один корабль подорвался у нас. И весь личный состав не стало его. О победе узнал Новосибирске. Все с гармошками, все пляшут на вокзале. Мы никуда не ходили. Песни поют, веселые обнимаются. Ну же день победы. Ветеран не пропустил ни одну годовщину Великой Победы. Не станет исключением и завтрашний праздник. Благо, здоровье позволяет. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Накануне Великого праздника Союз женщин-чуваши совместно с Республиканским советом ветеранов провел акцию памяти в Национальной библиотеке. С ветеранами Великой Отечественной войны встретился и депутат Государственной думы Леонид Черкесов. Пожалуй, нет ни одной семьи, которую не коснулась бы эта жестокая война. И память о ней всегда будет жива в сердце каждого. Леонид Черкесов поблагодарил ветеранов за их мужество, отвагу и труд. Они, в свою очередь, рассказали молодежи о тяжелых годах войны. Ветераны делились своими впечатлениями о Великой Отечественной войне. Труженики тылы рассказывали, как тяжело им было за линией фронта ковать победу. И вот я думаю, что в этом особая ценность, когда ветераны делятся с молодежью, с молодым поколением и рассказывают правду о Великой Отечественной войне. Ветеранов также поздравили студенты Чебокцарского художественного училища. Они вручили им портреты, которые написали к памятной дате. С наступающим днем победы поздравили и пациентов Республиканского госпиталя для ветеранов войн. Концерт под открытым небом и ясным, чистым и мирным. Участники войны и труженики тыла вместе сражались за это. Наш многонациональный народ, 41-45 год, кто на поле брони, кто в тылу, мал, стар, женщины ковали победу для того, чтобы действительно победить этот фашизм, освободить потом Европу от фашизма. Сегодня хочу выразить слова благодарности вам за то, что вы сохранили страну. В Республиканском госпитале поправляют здоровье 35 ветеранов Великой Отечественной. С грядущим праздником их поздравили медицинские работники, волонтеры и студенты. Он вышел в среду 9 мая 1945 года. Специальный выпуск газеты «Правда», конечно же, полностью посвятили победе. В преддверии ее 73-й годовщины представители молодой гвардии решили напечатать копию того праздничного выпуска. Для чего? Об этом в репортаже. 9 мая. Никогда не забудет этого дня советский человек. Как никогда не забудет он и 22 июня 1941 года. Между этими датами прошло как бы столетие. Почитать о том, что писала пресса в тот победный май 45-го для молодых людей не проблема. В интернете множество сканов и фотографий газет. А вот тем, кто был свидетелем этих событий и не пользуется компьютером, остается только вспоминать. Представители молодой гвардии решили напечатать, раздать ветеранам и всем желающим копии выпуска газеты «Правда» от 9 мая 1945 года. Сейчас над этим работают типографии в ряде городов России, в том числе и в Чебоксарах. Сейчас мы хотим по всей России запустить эту акцию и будем раздавать ветеранам, обычным людям, эту самую газету. Мне кажется, действительно ветеранам будет приятно, во-первых, вновь прочитать эту газету, потрогать ее в руках. Акцию поддержали в ряде стран СНГ и Италии. Что касается нашего города, напечатать и раздать активисты планируют порядка трех тысяч экземпляров. Сотрудники типографии говорят, для них это не просто заказ. Это очень необычный проект, потому что это позволяет окунуться в глубину, почувствовать, напечатать эту газету, почитать же ее. Это очень интересно, потому что мы тоже воевали у нас прадеда, к сожалению, не все вернулись с войны. Получить экземпляр можно будет в День Победы на основных площадках праздника в Чебоксарах. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. На территории 4-й Чебоксарской гимназии сегодня появился песенный дворик. Третьеклассники и их учителя вспоминали песни военных лет. Тему продолжит Мария Шоклева. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье, а с Катюшей вери на привет. Катюша, Смуглянка, День Победы. Мы знаем слова этих песен наизусть, и не только потому, что учили их в школах. Даже дети понимают, чем песни военных лет отличаются от современных. Они такие душевные, а вот эти, которые сейчас по радио, они такие резкие, современные очень. А эти песни, для того, чтобы эти суровые годы никто не забывал, всегда все помнили, всех героев. Герои этого праздника – ветераны Великой Отечественной войны, бабушки гимназистов. Нина Григорьевна пошла в школу лишь в 10 лет, потому что, когда ей было 6, началась война. Девочка росла сначала в лесном шалаше, а потом в концлагере. Детей заражали разными болезнями, суберкулезом заражали, и потом вылечивали. В это время как раз появились лекарства, антибиотики. Вот они на детей это все испытывали. Мы выглядывали в окна, и там каких только не было деток, уродиков всяких, с кривыми руками, ногами, трясущимися. Вот это все творили фашисты. Выжить и победить людям помогали песни. В этом дворике они звучали одна за другой. Верк дороги, пыль до туман, Голода тревоги, до стекной буря. Мне понравилась песня «Катюш», потому что она такая веселая, и она прибавляет жизненных сил солдату, надежды на победу. Мне нравится песня «Темная ночь», потому что она очень ласковая и как бы успокаивала солдат. Дети любят петь. Они с удовольствием откликнулись на нашу затею организовать такой праздник. Выучили военные песни, заодно узнали историю создания этих песен. Ну и с удовольствием сегодня спели. В канун Дня Победы солнце на небе и в душе каждого из нас. А самый главный подарок героям может сделать каждый. Поздравляю, сидим, чай пьем. Для твоей бабули самый желанный подарок какой? Они к нам приходят, ко мне приходят, не забывают. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будем ты! Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Таким стал этот предпраздничный день. Завтра, 9 мая, в эфире национального телевидения вы сможете увидеть основные торжества. В 9.55 прямое включение из мемориального комплекса «Победа». В полдень в прямом эфире парад, а в 19.30 – видеоверсия основных событий дня. А я прощаюсь с вами до 10 мая. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова